Здравствуйте! В эфире канала Россия 24 информационная программа событий недели. На этой неделе глава Крачева Черкесии принял участие в церемонии вступления в должность главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. От имени многонационального народа республики и от себя лично Рашид Семрезов поздравил Казбека Валерьевича с переизбранием и вступлением в должность на новый срок. Глава Крачева Черкесии отметил, что за предыдущие 6 лет работы в качестве руководителя Кабардино-Балкарии он своими делами, отношением к региону и к людям не раз доказал, что республикой руководит настоящий лидер, патриот своей малой родины и отечества. Успехи развития Кабардино-Балкарии отмечены в первую очередь президентом России Владимиром Путиным, жителями республики. Сегодня Кабардино-Балкария – динамично развивающийся субъект страны. Видны позитивные изменения, которые происходят в республике. Я искренне хочу поздравить вас с переизбранием, с вступлением в должность за 6 лет, которые вы проработали в должности главы Кабардино-Балкарской республики. Это, как было уже здесь сказано, отмечено в первую очередь президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, жителями Кабардино-Балкарской республики. Я знаю те планы, которые вы для себя строите, ставите их перед своей командой. Считаю команду профессионалов. Я уверен, что совместно с новым депутатским корпусом, который я вас всех поздравляю, с переизбранием, с новым созывом парламента Кабардино-Балкарской республики, совместно с руководителями федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными структурами, с ветеранским сообществом, с общественными организациями, вы обязательно все поставленные задачи, которые перед собой ставите и которые перед вами ставит наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, население Кабардино-Балкарии, вы обязательно их добьетесь. То, что было сделано за последние годы, это видно, и те преобразования, я могу об этом говорить, они на протяжении уже очень многих лет в Кабардино-Балкарии происходят, но те ваши проекты, которые вы реализовали, те задачи, которые перед вами ставит президент Российской Федерации, вы их исполняете, это не только инвестиционные проекты, это не только реализация национальных проектов, это еще и сегодня и поддержка наших ребят, которые принимают участие в специальной военной операции, знаю, что вы этому очень много выделяете внимания, уверен, у вас все получится. Ну и, конечно же, хотелось бы, чтобы вы побольше времени проводили со своей замечательной семьей, чтобы у вас была возможность чувствовать их поддержку, а вы ее чувствуете, и уверен, у вас все получится. Я вас искренне поздравляю, в добрый путь. С 1 октября начался осенний призыв в ряды российских вооруженных сил. В Черкесске прошла пресс-конференция, где на вопросы журналистов республиканских СМИ ответил военный комиссар Карачева-Черкесии Сергей Белобородов. Али Баташев подробнее. Осенний призыв на срочную службу продлится до 31 декабря. В этом году армию нашего государства пополнит около 400 человек из нашей республики в возрасте от 18 до 30 лет. Отправлять призывников со сборных пунктов в 2024 году хотят уже с 20 октября. Затем они будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, соединений воинских частей на территории России. Также продолжится формирование научных, научно-производственных и спортивных подразделений. Но чтобы попасть в них, необходимо соответствовать определенным критериям, отметил военный комиссар. Службы они будут проходить в рядах вооруженных сил Российской Федерации, войск национальной гвардии и министерства чрезвычайной ситуации. Также хочу сказать, что в Министерстве обороны продолжается формирование военно-научных род, и три наших призывника прошли конкурсный отбор и будут проходить службу в военно-научных родах. К участию в специальной военной операции срочники привлекаться не будут. Срок службы составит 12 месяцев. В этом году Министерством обороны принято решение, позволяющее улучшить качество призыва. Так, гражданам, которые поступили у нас в учебные заведения, на призыв являться лично необязательно. Хватит того, что они направят свои документы, подтверждающие о том, что они проходят обучение, и получить отсрочку. Также рассматриваются вопросы о досудебном решении вопросов через сайт и портал госуслуг. В период нахождения на сборном пункте призывники будут полностью обеспечены форменной одеждой и горячим питанием. Весенний призыв республики прошел своевременно и качественно, отметил военный комиссар. Али Баташев, Вести, Карачаево, Черкесия. В пограничном управлении ФСБ России по Карачаево-Черкесии приняли более 60 человек на срочную службу. Последние несколько лет в такие подразделения брали только контрактников. Солдат-срочников поздравил руководитель администрации главы правительства республики Муратозов Альбина Ламкова с места события. Я, наверное, пойду туда же, куда и мой папа, в Орел, на связиста. И, блин, все вместе мы... Я хочу своих друзей тоже потащить на связистов, чтобы мы все вместе могли хорошо охранять нашу границу. Срочная военная служба всегда в почете. Особенно интересна служба стражей границы подрастающему поколению. Для Матвеева одноклассников и из класса юных друзей-пограничников большая ответственность участвовать в честовании призывников. Такие мероприятия служат основой для развития человека как личности, которая начинается со школьной скамьи. Очень много эмоций, восхищения. Конечно же, служба пограничников очень важна. Нам в классе, конечно же, объясняют, что такое пограничник. У нас постоянно по понедельникам разговоры о важном. К нам приходит наш куратор Сергей Дмитриевич и рассказывает нам, приносит автоматы, показывает и разбирает, что это такое. Героический опыт военнослужащих всегда вдохновляет. Особенно молодежь, говорит председатель региональной организации Совета ветеранов Покорочаева Черкесии Сергей Юрьев. Он частый гость в Центре 11 Черкеска. Учит детей не только, как разбирать автомат. Сергей Дмитриевич рассказывает юным друзьям пограничников о том, что можно считать подвигом. Можно ли его запланировать и как влияют современные условия на ход боевых действий. Это не первый опыт, когда совместно служат контрактники и служат военнослужащие по призову. Никогда никаких вопросов не возникало. Они дополняли всегда друг друга, помогали, воспитывали, обучали опыты премьера непосредственно старших товарищей военнослужащих контрактников. Это будет становление осуществляться быстрее. Честование призывников стартовало с исполнения государственных гимнов Российской Федерации Карачаева Черкесии. Затем руководитель администрации главы и правительства Карачаева Черкесии Мурат Озов поздравил новобранцев и пожелал им хорошей службы. Сегодня для вас начинается новый этап жизни. Опыт, полученный в рядах пограничных органов, поможет вам закалить характер, стать опорой близким и реализовать жизненные планы. Возможно, кто-то из вас в дальнейшем примет решение связать свою судьбу с профессией военнослужащего. Служите достойно и честно. Помните, что теперь вы защитники Отечества. После прохождения обучения в АМИ выпала высокая честь стоять на защите государственной границы. Последние несколько лет в пограничное управление ФСБ России брали только контрактников. Но сейчас, после принятия соответствующего федерального закона, решили вернуться к практике прежних времен. Сегодня ряды пограничников пополнили более 60 ребят. Более 20 лет у нас не было военнослужащих срочной службы. 20 лет назад с этого плаца, точно вот таким же торжественным построением, с выносом знамени, мы провожали отсюда крайнего солдата срочной службы. Как и тогда, нести боевое дежурство у наших рубежей берут не всех. Отбор строгий. Современный пограничник, конечно, выглядит уже не так. Изменились форма и оружие. Но в точности сохранилось понимание, каким должен быть защитник рубежей Родины. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. На этой неделе, 30 сентября, мероприятием в Государственной филармонии отметили вторую годовщину воссоединения Донбасса, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Вниманию зрителей были представлены важнейшие эпизоды событий в новых российских регионах, а также посвященные этой теме песни. Подробности у Артур МКЦ. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская, Херсонская области стали частью России в последний день сентября 2022 года. Теме принятия новых регионов в состав нашей страны была посвящена экспозиция, развернувшаяся перед зданием Республиканской госфилармонии. А чуть позже на сцене учреждения культуры прошла основная часть торжественного мероприятия. Международные договоры о включении новых территорий были подписаны после рефрендумов. Жители Донбасса и Новороссии большинством голосов поддержали присоединение к России. Зрителям представления были рассказаны основные эпизоды событий, которые привели к присоединению новых регионов. Впрочем, в зале сложно было найти хоть одного человека, который не был бы в курсе этого. Благодаря сегодняшнему дню целые четыре региона стали полноправными гражданами нашей великой России. Они увидели то, что должны были увидеть раньше, потому что они жили в невыносимых условиях. И то, что мы живем и радуемся даже взять нашу многонациональную республику, мы спокойно разговариваем на всех языках наших народов. Также у ценителей музыки была возможность вновь послушать полюбившиеся произведения, посвященные теме присоединения новых регионов к России и народам, которые там проживают. ПЕСНЯ 1 октября в Центре социального обслуживания населения отметили День пожилых людей. Местные власти и общественные организации устроили мероприятие, на котором звучали поздравления, слова благодарности бабушкам и дедушкам с праздника Майя Хамдохова. В Карачаево-Черкесии, где живет дух традиции и уважение к старшему поколению, ежегодно отмечают День пожилых людей. Он стал символом признания заслуг тех, кто посвятил свою жизнь служению семье, обществу и своей стране. Сегодня у нас мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, которое в России отмечается ежегодно 1 октября. Как важно вообще устраивать для них такие события? Очень важно, потому что зачастую это единственный способ найти круг общения. Поэтому они с большим удовольствием приходят в Центр, общаются, занимаются с психологами, учат песни, очень разнообразные занятия, танцуют, ходят в тренажерный зал, посещают массаж. В общем, программа насыщенная. Очень нравится. Много вообще собираются людей? У нас две группы, общей численностью 69 человек. День пожилого человека принято отмечать в первый день второго месяца осени 1 октября. В народе бытует мнение, что старость – это золотое время. Осень, как известно, тоже называют золотой порой. Поэтому и было принято решение посвятить этот день старшему поколению. Чайпите в теплой компании, где можно позволить себе вкусные угощения с теми, с кем прошли жизнь бок о бок. Воспоминания прошлых лет – новые знакомства в кругу людей, которые точно знают, как дожить до старости и не бояться жизненных трудностей. Живой пример для молодого поколения. Своим дебютом порадовала гостей юная солистка детского казачьего ансамбля, известной песней «Матушка-Земля». Тем самым вызов бурю эмоций у прекрасной половины человечества. «Матушка-Земля, белая беленька, для меня святая ручь, я буду за мной». Главное – не стареть душой. С остальным можно справиться, говорят виновники торжества. И сегодня, в День музыки, которая так символично вписалась в День пожилых людей, все музыкальные номера и концертные программы – добрые напоминания о том, что музыка и человек – как одно единое целое. Майя Хамдохова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. 5 октября в стране отметили День учителя о философии преподавания, о руководстве школы и многом другом. Моей коллеге Белле Джозаева рассказала почетный работник общего образования России, директор общеобразовательной школы поселка Кавказский Сайдат Арсланова. Она гость нашей сегодняшней программы. Здравствуйте, Сайдат Сапараливна. Безмерно рада видеть вас сегодня у нас в гостях. В преддверии вашего профессионального праздника позвольте поздравить вас с Днем учителя. Я желаю вам всех благ. И хочу начать наш разговор, нашу беседу с того, что вы 35 лет уже в педагогике. Восемь лет из них вы директор школы. Но я знаю, что ваш педагогический путь начинался с сельхозинститута. Каким образом вот этот переход произошел в педагогику и, главное, почему? Здравствуйте, Белла. Ну да, 35 лет педагогического стажа. Путь, конечно, у меня, наверное, интересный. Я поступала изначально в Ставропольский сельскохозяйственный институт. Прежде чем я когда собиралась поступать, мой учитель математики предлагал мне поступать в Дагестанский государственный университет на учителя физики математики. То есть он, наверное, видел во мне знания математики, учителя, наверное. Но я решила уйти в сельское хозяйство. Отучилась 5 лет. И тогда были времена такие, 89-й год, когда давали направление в СУЗы работать. И я попала в Кавказский совхозтехникум. Это был аграрный техникум. И я туда приехала работать преподавателем специальных дисциплин. И тогда нужно было отрабатывать. Нам давали подъемные, как молодым специалистам. Потом предоставили мне квартиру полуторку. Должны были отработать и с мужем вместе уехать. Ну и так случилось, что вот 35 лет, мы живем в поселке Кавказский. В техникуме я отработала 26 с лишним лет. И потом, когда техникум закрылся, к сожалению, ну вот я оказалась в школе. Между техникумом и школой я работала в управлении образования администрации Прикубанского района. Хусейн Магомедович Диандетли Волсун, глава района. Ну, во мне, может быть, руководителя видел или учителя. И он, даже не могу сказать, предложил. Он написал приказ и назначил меня директором Кавказской школы. Вот я 8 лет работаю в школе. Скажите честно, что вам больше нравится, преподавать или руководить? Вы знаете, очень сложный вопрос. Когда ты работаешь руководителем, ты просто эту работу делаешь. Потому что эту работу надо делать. Делать нужно, наверное, хорошо. Но в душе ты всегда остаешься учителем. Потому что я думаю, что это все-таки учителя мои во мне видели учителя. И так судьба распорядилась. Я ушла в педагогику. Я люблю свою работу. Я люблю быть учителем. Я люблю детей. У меня дополнительное образование. Переподготовку я проходила. Педагог-психолог. Конечно же, я люблю работать с детьми. Сойдется параллельно. Ни для кого не секрет, что ваша школа имени героя Старикова, поселка Кавказский, считается одной из лучших. Не только в районе Прикубанском, но и во всей республике. Первая часть моего вопроса. Чем вы особо гордитесь? И второе. Вы часто проводите различные мероприятия на базе вашей школы. Вы часто куда-то выезжаете с коллективом, сами на мастер-классы, на форумы. Были в Артеке. Я знаю, вы тогда приходили к нам, рассказывали о своих впечатлениях. Что дает участие педагогов в таких мероприятиях? Спасибо большое за вопрос. Спасибо большое за высокую оценку. Одна из больших школ Прикубанского района, но мы считаем, что мы на хорошем, наверное, счету, мы гордимся своими выпускниками. Если вот даже говорить последние годы, прошлый год, этот выпуск, потому что мы видим результат своего труда. У нас вот 7-8 выпускников ежегодно получают золотые медали, получают аттестаты с отличием и поступают, наверное, в лучшие вузы страны. Вот в этом году у нас дети поступили в Санкт-Петербург, три выпускника, два выпускника у нас в Краснодаре, один выпускник у нас в Ростове, одна выпускница у нас в Астрахани. Есть, конечно, и в Черкесске наши учатся. Поэтому результат своего труда видим. И самое главное, что в результате они становятся хорошими специалистами. И в большинстве своем они все возвращаются в республику. Мы являемся центром по патриотическому воспитанию обучающихся Прикубанского муниципального района. На базе нашей школы проводятся все мероприятия, посвященные именно патриотическому воспитанию. У нас в школе и в других школах есть специализированные классы. Это пограничные направленности, это классы МВД, это классы МЧС. Конечно же, эти классы подстегивают детей к обучению, к воспитанию, наверное. Они очень организованы. И в будущем они выбирают именно те предметы, которые пригодятся им по какой-то, по той или другой профессии. Например, если это класс МВД, они выбирают общество знания, история, сдают углубленно, изучают эти предметы, сдают эти предметы при сдаче ЕГЭ. И, конечно же, когда они поступают в определенные вузы, это им очень хорошо помогает. На базе нашей школы проводится очень много районных мероприятий. Ну, это мы пока не были закрыты, но через год, я думаю, что мы все вернемся. Проводятся мероприятия. Вот так случилось, что мы в прошлом году нас направило Министерство образования и науки Карачаева-Черкесской республики в Международный детский центр «Артек». Мы туда ездили. Я, директор школы, заместитель директора по воспитательной работе и советник по воспитанию. Мы там были в роли учеников, мы были в роли детей. У нас были вожатые, которые в 2-3 раза моложе нас. И окунуться именно в эту атмосферу, узнать все изнутри и какими глазами на нас могут смотреть дети, это было очень интересно. По приезде оттуда мы провели свое мероприятие республиканского уровня. К нам приезжали советники из других школ и даже из других районов. Мы делились опытом, рассказывали, как и что, и как нужно работать с детьми именно в современных условиях. Современные дети, они другие. И чем больше по возрасту мы от них отдаляемся, тем, может быть, сложнее их понимать. А именно вот эти мероприятия дают нам шанс глубже узнать наших детей, ближе с ними познакомиться и эффективно построить свою работу. Насколько я знаю, сейчас ваша школа закрыта на капремонт. Куда вы переместились? И как это отразилось на вашей работе? Школа находится на капитальном ремонте с января 2024 года. Мы переехали в четыре учреждения, которые находятся у нас же в поселке. Начальная школа у нас учится на базе детского сада «Улыбка». Другая школа с пятого по восьмой класс. Мы находимся в здании «Ростелекомпочта» тоже в поселке Кавказский. Девятые классы у нас учатся на базе Центра детского творчества. Десятый и одиннадцатый класс у нас учатся в музыкальной школе. То есть никуда уезжать не надо? Слава Богу, решили вопрос. Администрация района нам в этом очень хорошо помогла. Управление образования в этом вопросе нам хорошо помогли. Мы никуда не ездим. Дети находятся в поселке. Но чуть-чуть, наверное, сложновато учителям, потому что у нас перемены 15 минут. И за эти 15 минут учителя должны перемещаться из одного временного места учения детей в другое место. Ну, потихоньку получается. Уже почти полгода мы привыкли. Планируется заканчивать ремонт в конце августа 2025 года. С 1 сентября 2025 года. Да, с Богом, что все будет хорошо. Мы будем обучаться в своей новой красивой школе. Мне бы хотелось, знаете, что узнать о вашей философии преподавания. Философия воспитания, она у всех, наверное, разная. Моя философия – это любовь к детям и любовь к профессии. Самое главное, если ты любишь детей, ты всегда с ними найдешь общий язык. А если ты любишь детей, ты в этой профессии, значит, ты правильно выбрал профессию. Савида Сапаралиновна, какую роль в педагогике, в обучении ребенка играет дисциплина. И какой у вас лично подход к данному вопросу? Сложноватый вопрос. Дети, я уже говорила выше, что они сейчас другие. Тем не менее, мы проводим очень много мероприятий именно по воспитательной работе. У нас сейчас проводятся в школе. Каждый понедельник мы начинаем с поднятия флага, гимн исполняем. В этот же день у нас проводятся разговоры о важном. По четвергам мы проводим, у нас есть классные часы, «Россия, мои горизонты». То есть сегодня на воспитательную работу уделяется очень много времени. И самое главное, чтобы с детьми близко контактировали, работали классные руководители. С ними должны работать советник по воспитанию и заместитель директора по воспитанию. И самое главное, наверное, сегодня – это найти правильный контакт с родителями. Родители наших детей, мы всегда в них находим и видим и чувствуем поддержку. Может быть, это из-за того, что это не городская школа, а сельская школа. И сегодня родители – это те выпускники, которые когда-то у нас учились в техникуме. Это мы живем компактно в одном населенном пункте. Вот даже когда касались вопросы переезда и так далее, вот очень сложный вопрос был, мы зимой переезжали. Все, во всех вопросах 100% нас поддерживали родители. Соединенные ваши. Да. Если родитель, ученик, учитель работают вместе, только тогда будет результат. Я считаю, что результат у нас именно в этом заключается. Ученик, учитель, родитель. На ваш профессиональный взгляд, какими качествами в первую очередь должен обладать педагог? Самое главное в учителе – это любовь к детям и доброта. Потому что доброта, если не веет от учителя, он не может быть учителем. Дети очень тонко чувствуют учителя. Они даже чувствуют, если настроения нет, по глазам, по взгляду. Самое главное, чтобы учитель был квалифицированным специалистом, любовь к детям и добрым. Так вы не строили учитель, вы не кричите? Честно расскажите. Я не люблю кричать, но разговариваю все время. Могу, конечно, и крепко сказать. Но мне всегда дети говорят, мы понимаем по вашему взгляду, что вы недовольны нашим поведением. Это, наверное, тоже дорогого стоит. Значит, они внимательно смотрят на меня, как я к ним обращаюсь. И даже по взгляду они определяют, что что-то не так, что-то нужно исправить, что-то мы не доделали. Садя Цапаралина, какой бы совет вы дали тем людям, которые хотят стать педагогами, учителями? К чему они должны быть готовы? И что они должны знать? На сегодняшний день в вузы и среднеспециальные учебные заведения, связанные с педагогикой поступали дети, выпускники, не по остаточному принципу, а чтобы действительно, по-настоящему они любили эту профессию. Наверное, эту любовь нужно прививать в школе. Вот у нас есть такие выпускники, которые на следующий год планируют поступать в педагогический вуз. Это осознанно. Это в семье есть бабушка-педагог, мама-учитель. И ребенок, конечно, выбирает эту профессию. То есть не по-остаточному, а осознанно выбирать. И, наверное, учиться честно, чтобы были знания, чтобы когда они придут в школу работать, чтобы были настоящие знания. Вот все говорят, вот сегодня у нас выпускники плохо учатся, у них знаний нет и так далее, и так далее. А если они по-настоящему будут учиться, будут знать тот или иной предмет, который они будут преподавать детям, тогда только у них все получится. А если учитель математики не будет знать математику, конечно же, ничего не получится. Но вот именно профессиональные знания. И по-настоящему учиться пять лет. В свой профессиональный праздник, в День учителя, что вы своим коллегам пожелаете? В День учителя я бы хотела поздравить все педагогическое сообщество Карачаева-Черкесии, пожелать всем здоровья, благополучия и мирного неба. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе накануне Дня учителя этого светлого, хорошего праздника. Я желаю вам успехов в работе, здоровья, терпения. И спасибо, что были гости нашей программы. Спасибо вам. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какой будет следующее, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok